Мы на месте. Тайное пристанище судеб. Знал, что мы доберемся. Кратос, Фрея и головами мира нерешительно вступают в Дом Норн. Они, наконец, пришли туда, куда стремились. Кратос говорит первым. Я ищу сына! Ты ведь знаешь, что он в Асгарде. Нет, ты хочешь того же, что и все, кто нас ищет. Узнать конец своей истории. Призрак Спарты мрачной и угрожающей хмурится. Подавляет желание зарычать. О, не вышло. Вы приходите, жалкие архетипы, в поисках свободы от своих ролей. Как будто, если вы будете знать реплики, то сможете менять их. Говори проще. Ты умрешь, Кратос и Спарты. Но ты назвала его разрушителем судеб. Должен быть способ изменить судьбу. Судьбы не существует, Пак. Главные герои безмолвствуют. Они не понимают. Нет никакого великого плана, никаких ролей. Есть лишь ваши решения. Только они так предсказуемы, что мы кажемся вам провидицами. Когда родился мой сын, заткнись! Твое пророчество гласило, что он умрет бессмысленно. Так и есть. Потому что ты не могла его отпустить. Потому что он жаждал отмщения. И потому что ты убиваешь богов. Но Кратос сделал это не из ненависти. Мне выдать ему за это награду? Он продолжает убивать богов, но мучается совестью. Высума своих решений, вот и все. А поскольку твои решения одни и те же, ты узнаешь, что Хеймдаль хочет убить твоего сына в Асгарде. И сделаешь то, что привык делать. Потом, Рагнарек, небо горит, завесы спадают. Все уходят. Хеймдаль. Ха, он так ничего и не понял. Помнит лишь про второй акт и забывает о финале. Типичная ошибка персонажа. Мы уходим. Мы уходим. Он уходит, и Фрей идет следом. Твоя история развлекла меня, Кратос. Жаль, что она так быстро закончится. Ну, это было познавательно.